это ли приветствую тебя очередная неделя традиционно мы с тобой открываем нашим совместным эфиром это технический фундаментальный анализ и опять же на этой встрече есть возможность анонсировать те события которые еще только впереди которым рынок готовится которую ждет эта неделя точно будет очень крутой по движениям по волатильности потому что какой бы регион мы практически с вами друзья часа не стали бы анализировать и разбирать там точно найдется какое-то серьезное событие ну вот из того что прямо на поверхности это заседание резервного банка австралии можно сказать что в целом вот эта фундаментально насыщенная неделя откроет заседание этого регулятора завтра на азиатской если у вас австралии тот актив который вы торгуете друзья имейте ввиду что есть очень хороший потенциал для роста если резервный банк австралии поступит также как ранее поступил банка канады полностью свернув программу количественного смягчения помимо резервного банка австралии заседание банка англии заседание федрезерва но он фарм фэрлс поскольку это первая неделя месяца и пятница первое месяца и заседание опек я предлагаю вот сегодня сфокусироваться на идее по нефти ну это опять же те рекомендации которые я дам у тебя может быть другие инструменты это нормально техника она не подстраивается фундаментальный фон и там причины для принятия решения совершенно другие ну в целом поскольку я все таки как бы с позиции фундамента я давайте друзья приурочить сегодня сделку по нефти как раз заседанию которая состоится в четверг и кстати в среду следующую наш второй эфир это буквально за несколько часов до оглашения итогов заседания американского регулятора думаю там будет целесообразно поговорить о перспективах доллара что давай вкратце тогда о том что было интересно на под конец прошлой недели с учетом тех рекомендаций которые мы говорим так демонстрацию праны так начнем мы с американского фондового рынка и сын пи друзья сейчас на ваших экранах и ну в принципе текущие котировки говорят сами за себя новый исторический максимум и s&p а судя по всему действительно настрелся на ту цель которую также я ранее обозначал это 4 700 сезон квартальных отчетов в целом сейчас нивелирует все риски и даже вот перспектива того что на этой неделе американский регулятор начнет сворачивать программу количественного смещения особо сильно фондовый рынок сейчас не тревожит может быть потому что инвесторы а в целом сейчас уже смирились с темой того что программа ки это неизбежно то что начнет снижаться а вот перспектива повышения процентной ставки вот к этому много вопросов и уже 22 год это не тот скажем календарный период когда фрс может все-таки пойти на решение которое реально является ужесточение монетарной политики но как бы то ни было поскольку сезон квартальных отчетов продолжается поскольку именно этот фонд стал причин вот этого роста фонды за последние две недели я думаю я про что можно и дальше держать ланге смело опять же и ждать индексы на еще более высоких ценовых значений так британская валюта у меня была сделка болимет 137 30 но к сожалению пятница именно вторая пятница и привела к тому что он сделка была закрыта просто жаль конечно же потому что я даже до сих пор вижу хороший потенциал роста по этой валютной пары если банк англии в этот четверг который как известно когда заседает банка англии поскольку в этот день и протоколы и голосование ставки и прогнозы инфляции экономического роста еще очень много статистики в этот день выходит в общем я по-прежнему считаю что мы можем дождаться в этот четверг решения о росте процентной ставки хотя бы на 0,15 процента поэтому друзья если вы разделяете точку зрения что британский регулятор может стать в числе тех немногих центральных банков которые пошли уже на повышение процентной ставки ну тогда нужно рисковать и я тогда предлагаю самую сделку точнее тот же самый уровень входа что и раньше это 137 30 на данном случае это уже отложка не buy limit это уже уровень который проходит сверху поэтому давайте поработаем через за толку сел точнее buy stop 137 30 стоп 1 3650 и ждем уже поближе к уровню 1 40 видел сегодня прогноз от сити у них сель 139 50 также рассчитывают на то что банк англии повысить процентную ставку но уже не как я ожидаю на 0 15 процента полагают что рост может быть сразу на четверть процентных пункта причина для этого очень сильный рост инфляции да и в целом если опустить потребительских цен которые реально выше целевого значения банка англии общий фундаментальный фон макроэкономические производственный сектор сферу слуха ну точно не препятствует тому чтобы сейчас было принято такого такого рода решение ну посмотрим я думаю что если рынок настолько готовится к такому событию даже в прогнозах кстати ну кому интересно друзья можете посмотреть прогноз экономического календаря думаю что там даже в прогнозном значении будет заложено повышение процентной ставки а фонд на этом снижается поэтому говорить о том что тоже заложено цену я пока не стал говорить так доллар канадец была сделка в прошлый раз в расчете опять же на решение банка канады по процентной ставки и по программе количественного смягчения предлагал действовать с уровня 124 20 но как раз на волатильность очень хорошая сделка получилось и даже протестировали поддержку 1 23 я по-прежнему склонен считать что эта пара еще не достигла своих минимум от которых можно было бы говорить о полноценном развороте поэтому настраиваясь позитивные отношения рынка нефти ожидая в целом все-таки возвращение доллара к нисходящей тенденции думаю что пара доллар канадец кому интересно на средний долгосрок 1 22 1 21 легко ну и что касается рынка нефти в прошлый раз предлагал сделку по столбцу уровня 86 как раз в расчете на пробой вот этого многомесячного максимума тире сопротивления рынок его не достиг этого уровня ушел вниз локальный минимум составил 81 60 предлагаю сегодня также сделку на покупку но уже уровень входа в сделку будет пониже примерно на отметку 84 50 напоминаю что заседание опек в четверг и я думаю что страны опять не станут согласовывать дополнительный рост нефтедобычи что в целом на фоне дефицита предложения станет хорошим поводом для того чтобы откупить рынок нефти бренда в себя и отправить эти активы к новым максимум сделка 84 60 стоп лосс 83 70 и take profit 88 89 питали слова тебе все загрузилось уже видно на видно сюда итак всех приветствую давайте быстро пройдемся по тем моментам которые мы обсуждали на прошлой неделе давали идеи рекомендации ну в принципе то что ты назвал рассмотреть канадский доллар там австралийский доллар нефть потому что будут новости это будет триггер для сильного движения и в принципе тоже их сегодня рассмотрю потому что там есть возможно ну то что я вижу возможно какое-то правильное понимание что там происходит так давайте начнем золото по золоту еще на прошлой неделе говорил обратить внимание на снижение на возможность снижения уровень 1800 это круглый уровень достаточно такой да плюс там был 1810 уровень сопротивления и возможно от этого уровня я говорил что будет слом вот этой восходящей тенденции локально мы в принципе неплохо отработали еще даже понедельник там 200 пунктов снижались неплохо шартили мы с ребятами и подписчикам давал сигнал на рекомендацию шорт пятницу вот это движение мы взяли был хороший паттерн шорт но он скажем был такой утром пятницу самый там идеальная точка входа была в четверг на с более коротким стопом но движение взяли вниз дальше я по золоту вижу снижение пока на текущий момент точек входа нету так как было хорошее движение здесь если будет какое-то новое накопление буду рассматривать дальше вниз альтернатива если мы закроемся там сегодня завтра выше снова локальный трендовый то возможно дальше рост по данному инструменту кто ранее шартил там в районе там 1800 можно удерживать дальше вниз и в принципе здесь перспективы на снижение достаточно неплохие ну как минимум там район там 1700 с копейками мы можем сходить там 1720 по данным инструментом но я думаю это будет какая-то длинная дорога в течение текущего месяца дальше по канадскому доллару я с тобой был солидарен среду по поводу шарта по данному инструменту в принципе локально мы отработали те новости которые были но что мне не понравилось на текущий момент то что происходит по данному активу его вот когда в среду на новостях скинули сильно там более 100 пунктов да ну примерно откупили в тот же день на процентов 40 практически 50 и дальше снова откупили пятницу и у меня такое ощущение что мы по данному активу будем дальше расти то есть покупка возможности текущих это 20 там 390 24 если ниже будет тоже возможно рассматривать покупку в общем стоп-ло минимум ну это на текущий момент если сегодня дневка как-то закроется там под минимум то уже можно будет говорить о перспективы перспективе снижения по данному инструменту пока я за лонг дальше что у нас еще было был у нас евро доллар на прошлой неделе в среду покупка неплохо мы в принципе показали как и по канадскому доллару да рост евро против доллара да там более одной фигуры мы с уровня там 1 16 который я говорил возможно возможно покупать но такое снижение которое было пятницу меня удивило и на текущий момент можно было там локально заработать на этом движении я ожидал конечно выше благо я успел там основную часть зафиксировать и на текущий момент я буду наблюдать за евро долларом потому что пока ситуация непонятна я думаю что ближе какая-то информация по пониманию куда мы дальше будем двигаться нарисуется ближе к пятнице к нонфармом возможно ты там намекал что будут фрс в среду новости да 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 будет заседание возможно до среды мы еще возможно что-то нарисуем там понедельник вторник и среда там в течение дня и тогда будет более понятно но если не будет на тот момент как какой-то понятной картины возможно я знаю вот когда есть нонфарма на неделе да то обычно с понедельника по четверг скажем актив что-то накапливает и уже нонфарма их отрабатывать это как вариант поэтому пока евро в не рынка дальше ты еще отметил австралийский доллар что будут новости по данному активу по данному активу я вижу возможность снижения пара да конечно она уже началась мы утром как раз еще там утром где-то 8 обсуждали с учениками возможность снижения данного актива пока мы находимся ниже максимума которые были показаны в прошлом месяце то есть у нас сегодня 1 ноября да в октябре был показан максимум в районе там получается так у меня что-то экран мигает снова поэтому буду говорить с телефона пока мы находимся ниже там 0 75 условно 50 я за возможное снижение на текущей неделе по данному инструменту поэтому возможно шарки стекущих 0 75 если будет чуть повыше и будет какая-то понятная картина завтра тоже возможно рассмотреть снижение со стоп лоссом за месячный хайк который был показан в октябре снижение ну там в район там 0 74 по нефти так почему-то у меня мигает экран наверное что-то с интернетом плохой потому что график видно график видно да но у меня но у меня бывают такие моменты я не знаю это или из-за плохого интернета так как у нас появился новый участник так скажем нашего вай фай соединения это моя дочь которая не пошла в школу потому что у нас школы закрыли на карантин на этот на локдаун и она сейчас в первом классе обучается с этого с компьютером удаленно да как и многие жители других стран я думаю там частично и в россии возможно это происходит в каком-то формате по нефти я возможно за снижение по данному инструменту вот если брать марку бренд сейчас я картинку показывать не буду но цены в принципе те которые ты называл вот ниже 84 84 там 15 я рассматриваю возможность снижения в район там 81 примерно 80 по по нефти марки бренд если мы удержим там сегодня данный уровень там 84 15 и не покажем какой-то сильный импульс там район там 85 и выше я дальше буду за снижение по данному активу как у меня вот такие мнения в принципе противоположные тебе это канадский доллар рост зависит конечно как сегодня дневка закроется если сильно зажмут низ то уже буду думать по-другому на нефть аналогично пока возможно удерживать вниз австралийский доллар тоже за снижение вот как то вот так понял виталий спасибо тебе за твои рекомендации за идеи ждем вот эти события которые мы поговорили все они еще впереди большую часть из них мы сможем еще раз проговорить во время нашего следующего эфира поскольку они уже в основном со среды ну вот и не исключение резервный банк австралии на взятки торминга а вот в среду мы еще раз все обсудим посмотрим как рынок не подготовиться на каких уровнях ним подойдет виталий спасибо тебе хорошей торговой недели и до встречи в среду все пока удачи пока